Ребята, всем привет! Новый день! Сегодня я такая вообще варенка! Короче, дело не в том, что я поздно встала, как обычно. А, она есть на зоне. Дело в погоде. Погода виновата. В общем, рассказываю, сегодня я бездень, бездень провалялась в кровати и ничего не снимала, прикиньте. Уже около шести, мне кажется. В это время, по-хорошему, я уже должна была отснять 80% материала влога. Уже 8-9 часов через монтировать. Но сегодня другой день. Сегодня я только встала. Ну, нет, кстати, я встала не так поздно. Знаете, что тупо в этих дебильных будильниках, которых у меня миллион? То, что я все эти будильники выключаю. То есть я и не сплю всё это время, и не встаю. И получается так, что встаю-то я раньше. Ну, типа я проснулась от будильника там где-то в час, не знаю. Ну, для человека, который в 7 ложится, это пипец как рано. Ну, вы же понимаете, да? У всех разный режим жизни, нужно тоже это понимать. Ну, я думаю, нет смысла уже сто раз это объяснять. Вы и так поняли, что, ну, как бы у всех разная жизнь, да? Давайте вот так вот поймём ещё разок. Я встала в час. Вот с такими глазами сидела в телефоне, потому что очень светит и всё такое. А у меня там куча сообщений, куча вопросов. Ну, как обычно, понедельник, в общем. По работе, пишите статистику, туда-сюда. Я такая понимаю, что я ни хрена не вижу, но надо это сделать сейчас, чтобы быстрее отправить всё. Чтобы люди понимали, что я, ну, работоспособная, а не то, что я сплю там до 4. Ну, и вот. Всё это отправила, значит. Сегодня мы идём в рейстик с Игорем. Синяком, с которым мы собираемся уже встретиться, мне кажется, больше месяцев-двух. Но постоянно, короче, то я улетаю, то он улетает, то он заболел, то я заболела, то у него съёмки, то у меня съёмки. Ну, то есть вот так вот. Это нормально, графики наши рабочие, всё понятно. Хотя вы сейчас сидите и думаете, ой, да какие у тебя графики рабочие, ты всю неделю дома сидишь. На самом деле, я не знаю, как так выходит. Вот как раз-таки возвращаясь к тому, что моя жизнь не такая уж интересная. У меня очень интересная жизнь, но у меня почему-то бывает так, я заметила уже вот всю мою жизнь так, я могу просто неделю реально сидеть дома, и никому нафиг я не нужна. У меня никаких съёмок нет, никаких дел нет. А потом просто резко на следующую неделю у меня каждый день расписан в день по три каких-то мероприятий, куда мне нужно сходить, там, две встречи, поехать туда-сюда, встать там в 7-8 утра, даже раньше в 6 утра встать, поехать на съёмки. Ну, то есть это не шутка. Просто так выходит, что я всё это не снимаю, и на эти дни у меня не выходит неделя влогов. Я не знаю, как так получается, но, с одной стороны, это даже хорошо, потому что в такие тяжёлые дни, когда у тебя куча встреч, съёмок, снимать неделю влогов, это просто, ну, повеситься можно. Поэтому почему-то я даже сама как-то так вот решаю и распределяю свои дела на неделю влогов так, чтобы у меня максимально была спокойная неделя. Потому что мне так удобнее и комфортнее. То есть я на неделе влогов решаю свои домашние бытовые дела. Продукты, убраться, съездить туда, забрать это. Ну, то есть без всяких таких. Более такая спокойная повседневная жизнь. Понятно объяснила? А когда я не снимаю недели влогов, у меня движуха. Движуха, которой мне неудобно снимать, и нет времени снимать эту движуху, понимаете? Как бы это странно ни звучало. Сейчас накрашусь. Кстати, мне комменты очень многие писали, чтобы я заказала какую-то брови-пасту. Реально, ну, не один человек. А я же все комменты читаю. Особенно в первые сутки. Это прям, ну, реально, все читаю. Потом просто другие видосы выходят, уже по-другими читаю комменты. Ну и вот. Я посмотрела, все писали про какую-то брови-пасту, брови-пасту, закажи, закажи. Я зашла в интернет, нашла сайт, магазин. Это, видимо, какая-то блогерша, или, там, не знаю, бьюти, кто-то, там, косметолог, не знаю кто, но, видимо, какая-то девушка-блогер, которая бьюти. Вот. Объяснила. Ну, как получилось. И она, короче, видимо, создает всякие свои продуктики прикольные. Я ничего еще из этого не пробовала, но вчера я заказала эту брови-пасту. Что-то она 800 рублей стоила. Ну, 700, там, 90 с чем-то. И доставку заказала. В итоге вышло, там, что-то 1100, 1200, не помню. Ну, что-то такое. Так что завтра мне должны привезти эту брови-пасту, потому что все мне ее хвалили. Так что давайте посмотрим, что за брови-пасту. Мне завтра привезут. И привезут ли? Ну, думаю, что привезут, потому что мне в телефон в смс-ке написали, типа, здравствуйте, когда вам удобно, чтобы курьер подъехал туда-сюда. Я такая, ну... А сказали, что доставка возможна только завтра. Ну, я, короче, такая говорю. Да, хорошо, завтра давайте. Я поставила время, там, что-то с двух часов. В общем, с двух до шести завтра должны привезти брови-пасту. И мы ее с вами протестим, заодно и посмотрим. Потому что говорят, что вообще офигенно. Лучше ламинирование бровей. Ну, не лучше, а типа тот же эффект и все такое. А я, в принципе, была бы не против, потому что мне сделать что-то с бровями самой как бы несложно. Мне не обязательно для этого делать ламинирование бровей. Хотя, опять же таки, повторюсь, мне очень нравится ламинирование бровей. Делать, потому что, ну, прикольно брови выглядят, но все равно их нужно расчесывать и поднимать, даже с ламинированием. В принципе, я не знаю. У меня, в принципе, брови нормально встают. Ну, то есть их можно поднять. Для этого не нужно мне делать прям какое-то ламинирование. Это потому что, знаете, я несколько раз делала ламинирование, и мне мастер, которая делала, мне она сказала, что у вас они со временем сами будут уже принимать форму, в которой мы их укладываем. В принципе, так и есть. Сейчас я их подниму. Это тупая щеточка, у меня нормальная в комнате. Я, кстати, уже не знаю, сколько дней крашусь перед компом, а не там, где обычно я крашусь, около своего туалетного этого столика. Потому что чаще всего я просыпаюсь раньше Славы, ну сейчас он тоже, конечно, встал. И чтобы спокойно записывать, пока он там не спит и не лежит сзади на фоне. Не знаю, видно или нет, это я их так тупой кисточкой подняла. Ну, короче, имею в виду то, что их можно поднять. У меня ужасно сохнут губы в последнее время, просто ужасно. И меня это так бесит. Я не знаю, почему. Ну, в смысле, типа, дело не в зиме, я не знаю, просто они ужасно сохнут. У меня обычно зимой так не сохнут. Такая дилемма у меня, так сложно. Я вообще просто в шоке с себя, потому что у меня есть песни готовые, которые все ждут, а я всё никак не сниму на неё клип. И я постоянно метаюсь из одной, типа, стороны в другую. В том плане, что потратить много денег на клип, постараться прям серьёзно или делать максимально простой клип. Потому что, знаете что, вот тратишь ты много денег на что-то, люди не ценят. Всё равно это, ну, как бы... Как только ты не заморачиваешься, думаешь, а, это не зайдёт, вообще пофиг, вообще заходит. Я, конечно, понимаю, что клипы у меня редко выходят, поэтому по-хорошему делать качественно всегда. Ну, как бы, качественно не значит, что дорого. Качественно не значит, что дорого, но, как минимум, что-то интересненькое хочется делать. Я просто знаю, что можно снять не дорого, но с прикольной идеей и будет классно. У меня вообще задумка такая, что я, типа, в загородном доме хожу, типа, как Селена Гомес. А, и, короче, чтобы в таком доме снять, это нужно же деньги заплатить, аренду, потом плюс нанять людей, которые снимают. Они тоже деньги хотят, свет, тоже деньги, костюмы, визажистей. Ну, понятно, что это можно даже по бартеру намутить, чтобы по красоте, но в любом случае... В общем, не знаю, не знаю, не знаю. Либо вообще, думаю, максимально просто снять, типа, на каком-нибудь белом фоне, знаете, и всяких добавить эффектов. Чисто не париться на локации, а запариться именно над эффектами. Я не знаю, у меня есть референсы. Вообще, я представляла, что я иду босиком по дороге, причем по такой дороге, где вокруг лес. У меня было такое представление. У меня есть всякие референсы. Я наделала всяких скринов из других клипов, чужих, конечно же. Типа то, что мне нравится, ну, по цветам, по картинке просто, чтобы представлять и думать. Так хочется всегда максимально брови поднять. Мне нравится, когда я делаю хвостик и натягиваю кожу, что у меня брови поднимаются, именно уголки. Я всегда стараюсь их и нарисовать так же, но они всегда выходят. В общем, в 7 или 8 часов мы встретимся с Игорем в ресторане у кого-то у дома. Мы договорились посидеть, поболтать, покушать, попить вина. Потому что сто лет не общались, много честь обсудить, посплетничать и все такое. Ну, впрочем, как обычно. Вряд ли, наверное, я буду много снимать, когда я с Игорем увижусь. Потому что мы сто лет не виделись и нам много честь обсудить то, что как раз не для кадра. На самом деле брови занимают у меня больше всего времени в макияже. Потому что это единственное, что мне нужно прям вырисовывать. Все остальное фигня. Я уже накрасилась, написала Игорю, типа, ле, когда увидимся. Дайчик, сделаю тебе омлет. Хочешь омлет? Ну, вообще, я вообще уйду скоро, буду встречаться с Игорем и кушать. Но тебе могу сделать омлет. Ну, и сама поем маленько. Будешь вкусный? Ну, да. Обязываться не буду. Правильно. Так что сейчас сделаю омлетик своему любимому. Сегодняшний влог, скорее всего, выйдет вообще минут на 20. Блин, может, даже меньше. Я не знаю, как карта ляжет. Но сегодня в планах у меня такой максимально лайтовый день. Знаете, понедельник день тяжелый обычно. Поэтому я стараюсь понедельник максимально разгрузить. Сделать не таким уж тяжелым. Все-таки клево снимать хорошие видео. Ну, прикольные какие-то, которые потом с кайфом пересматриваешь. Жаль, что я поняла это не сразу. Обожаю омлет. Он такой вкусный, так легко готовится. Вообще, для меня идеальный завтрак это омлет. Либо паштет на бутере. Тоже очень люблю. С чайком, конечно же, или с кофейком. Омлет. Омлет. Не знаю, я больше люблю именно омлет, а не глазунью. Глазунью у меня как-то не получается так хорошо, как я бы хотела. И вот этот вот желток весь расплывается. Такое я очень люблю. Люблю глазунью только, когда куда-то в отель приезжаю. На море там прикольно делают глазунью. Они профессионалы глазуньев. А я нет. Чем займемся? Сегодня будет очень-очень домашний день. Вчера он тоже был такой домашний больше, но сегодня будет также домашний день. Вот, не знаю, не знаю, понравится вам или нет. Кариной обсуждали то, что иногда реально хочется дня 4 снимать, потом 2 типа не снимать. И снова потом 4 снимать, грубо говоря, знаете. Потому что иногда бывают такие дни, когда реально не хочется снимать. Плюс ко всему, недели влогов очень истощают морально. Потому что ты просто 24 на 7 постоянно что-то снимаешь, что-то говоришь, что-то делаешь. И реально в какой-то момент офигеваешь. Типа, блин, сколько всего. Всегда мечтаю взять и перевернуть полностью омлет. И ты знаете, как блинчики переворачивают. И как будто у меня это сейчас не может получиться, но уже нет. Возможно, это выглядит не супер красиво. Но, по крайней мере, мы его перевернули полаполамками. И он такой вкусненький будет. И Вилочка кушает. Все кушать сейчас будем, да, мой маленький? Да, 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 да. Вы бы знали, как долго мы утром обнимаемся. Просто на это уходит несколько часов, мне кажется. Да, мой маленький. И как, мама, тебя любят все люди, которые пишут, что Вива надоела вам. И типа ее слишком много. Пожалуйста, идите нафиг. Вива это просто огромная, большая, неотъемлемая часть моей жизни. Поняли? Это мое любимое просто животное. Мое любимое... Я не знаю кто, ты просто звездочка. Ты лучшая. Эй, зайчик. Сидит, ждет вкусняшку. Хитрюга. Ах, ты ж хитрюга, малолетняя собачка. Я все по твоим глазам вижу. Все вижу. Угу. Вот так выглядит мой идеальный завтрак. Омлет, огурчики солененькие. Ну, точнее, нет, они обычные, нормальные, но я их посолила, хлебушек и вообще кайф. Что-то у меня такая апатия ко всему. Я хотела, чтобы мы со Славой сегодня поехали за елкой на дачу, но... На какую дачу ты можешь поехать, если ты встаешь так поздно. Поэтому по-хорошему бы завтра рано встать, а сегодня рано лечь. Итак, сделала вот такую причесочку, быстренько, буквально меньше 10 минут. Вот это у меня отняло, заняло, не знаю. И пока я сижу и жду, когда Игорь с Колей подъедут к моему дому, мы вместе пойдем в магазин, потом вместе зайдем в ресторан. Я села посчитать комментарий. И тут девочка пишет, в кавычках, слепышара, вонючая. Юль, я не сноб, можно и посмеяться, но так говорить о кассире. Я работала больше, и ты с мамой там была, покупала красную ночнушку в подарок. Мы мило перекинулись парой слов. Вот теперь, думаю, тоже бы меня так обосрала, если бы я не сняла дурацкий аларм. Это история о том... Если человек хочет обидеться, он обидится. Я не всех называю слепыми вонючками, слепошарами вонючими. Дело в том, что человек доставил мне неудобства тем, что не снял ту фигурину. И я просто свое негодование высказала. Между прочим, слепошар и вонючие, это не самое обидное. Я думаю, что если бы я назвала ее какой-нибудь тварью, последней, это было бы обиднее. Поэтому я просто не понимаю таких людей, я не всех называю слепошар и вонючих. Но если человек доставляет мне неудобства, почему я должна такая, типа... Ну, бывает. Я не такой человек, мы все разные. Карина, может быть, не стала бы так говорить, потому что тут еще и Карину приплели в конце этого комментария. Например, у Карины в одном из видео что-то произошло с камерой. И полвидео было в дурацком формате. Но думаю, ты бы ее слепой вонючкой не назвала. А может, и назвала ее слепой вонючкой. Откуда вы знаете? Нет, просто одно дело с камерой, но это неудобства, которые я могу потерпеть и посмотреть в таком формате видео. А неудобства, когда тебе надо будет потом в другой день опять ехать в магазин, снимать. Понятно, что это не так уж и сложно, да, сделать, но, черт возьми, логично же, что человек доставил мне неудобства. Я считаю, что, блин, хочу и говорю, как хочу. Как круто, что блогер, у которого почти 2 миллиона подписчиков, одевается в твое. Во-первых, какая разница? У меня есть и дорогие вещи, есть и очень дешевые вещи, есть и вещи, за которые я вообще не заплатила. Я очень простой человек, таким себя считаю. И если мне нравятся вещи, например, вот эта футболка, я не знаю, сколько она стоила, рублей 500-600, но она же офигенная, гляньте, прикольно. Прикольная футболочка, в ней и дома гонять, и с джинсами. Вот сейчас так в ресторан пойду, мне пофиг вообще. Юльчик, выходи, мы заезжаем во двор. Все, я выхожу, понятно вам. В общем, мы встретились с Игорем и с Колей, уже пришли в ресторан, и сейчас будем заказывать еду и сплетничать. Будем всех обсуждать. Ура, это моя любимая. Будем всех видеоблогеров. На самом деле мы добрые же. Мы никого не обсуждаем, теперь мы не про кого-нибудь говорим плохого. Да нет, мы добрые, но мы, как и любые люди, немножко двуличные, сплетники и все такое. Ну да, есть немножко. Я с ребятами не виделась в столе, столько сплетенцев. Мы все равно расскажем, и вот обувь шоке. А я вам сколько расскажу. Пришли в это ресторан, я говорю, блин, я как бочка с порохом, мне хочется взорваться все сплетни просто вот так вот на вас. То же самое. Вот вообще прям аналогично. Я очень жду, потому что у меня очень много вопросов, на которые я не знаю ответа. Вопросы без ответа. Так что сейчас мы закажем вина. И хачапури. Я хочу прям... Да, ты будешь хачапури? Да, я хочу вот эту прям, вот эту лепешку. Хотя когда я уходила из дома, я Славя сказал, датчик, вернусь нескоро, и пьяная. Он такой, аккуратней только, пожалуйста, ребятам привет передавали. Хорошо, пока. А вот сегодня раз, да, вот так вот, когда мы собираемся, мы узнаем, что это страшно. Мы не узнаем, почему. А как по-другому? Мы типа с Игорем вписались, он такой говорит, ну давай по бокальчику, зайчик, встретимся. Да-да-да. Я такая думаю, ну да, давай по бокальчику, потом. Мне бы не так же было. Люди по бокалу, шесть бутылок выезжали. Ну мне бы это было жестко тогда, я как-то это вот не помню, вообще ужас был. Не, ну было весело, конечно, и очень сильно. А подожди, это в Краснодаре тоже? Нет, это вот когда мы в этот отель ездили, который есть. На днюху тоже. Да-да-да. Да, это было очень жестко. Это просто был пипец. Мы еще играли в настолки какие-то там. Сейчас будем отдыхать, как и спать, а потом к вам вернусь. В общем, ребят, я уже дома. Да, вы, наверное, очень недовольны сегодняшним днем, потому что я нифига вам нормального не снимала. Была весь день дома, потом встретилась с друзьями и тоже нифига нормального не снимала. Ну такой день. Не обессудьте. Просто типа мы давно не виделись с ребятами и начали болтать, пить вино. Я выпила три бокала вина, но чувствую себя, ну как бы вы не подумайте, все нормально. Сейчас я буду монтировать видос, работать, там, убираться, скорее всего, еще сегодня, как обычно. В общем, впрочем, ничего нового. В общем, что я хотела сказать, не обижайтесь, это видео вышло коротким. Я, в принципе, так и полагала. Наверное, все-таки есть смысл в том, чтобы снимать типа четыре дня, несколько дней отдыхать, потом снова четыре дня снимать, потому что все-таки очень сильно выматываешься эмоционально и... А, ты снимай. Спасибо. Ну и вот, все-таки есть, наверное, какой-то смысл в том, чтобы делать какие-то перерывы, типа не снимать именно неделю влогов, а снимать дня четыре, потом два дня отдыхать. В общем, не знаю, но все дни разные. Опять же таки, видите, сегодня у меня вот такой день. Опять же таки, как только выключится камера, у меня сразу появятся какие-то другие дела, которые я не снимаю на видео, не знаю почему, но из-за разряда умыться, помыться. В общем, не обессудьте, просто не обессудьте. Будьте братками и подружками. Давайте почитаем немножко комментарии. Мне одной кажется, что Слава ничего по дому не делает и не помогает Юле ни в чем. На самом деле, многим так кажется, потому что я всегда в видосах говорю то, что мне нужно сделать это, мне нужно сделать это, и никогда не говорю о том, что сейчас Слава сделает это, сейчас Слава сделает это, сейчас Слава сделал вот это. На самом деле для меня уборка дома очень важна, и я как женщина, женщина самая натуральная, настоящая, я люблю делать все сама, потому что у меня есть свое понимание того, как все должно быть, как должны мыться полы, как должно мыться это, как должны лежать вещи в шкафу. То есть, ну, я думаю, что многие девчонки меня понимают. Конечно, Слава мне помогает, абсолютно точно, он мне очень часто помогает, и если я его прошу мне помочь, он мне помогает, они говорят, типа, блин, иди нафиг, делай сама, нет, такого не бывает, но для меня это больше, наверное, как какой-то отдых для мозга, уборка, я когда убираюсь, я расслабляюсь, отпускаю все проблемы В чем проблема взять собаку из приюта? Никогда не понимала, зачем покупать, типа, порода, обожаю шаблонных людей Я абсолютно хорошо отношусь к собачкам, к животным, к кошкам, неважно, из приюта, проблем нет, но, опять же таки, во-первых, я не уверена на 100% в том, чтобы взять собаку вторую, потому что к этому нужно подойти очень ответственно, серьезно, и я пока что не на 100% уверена в том, что мы этого хотим, нам это нужно Для меня и для моей семьи нет никакой проблемы в том, чтобы взять животного из приюта, потому что мы не один раз брали животных с улицы у моей мамы вообще Когда она была маленькая, получается, и собака, и кот были с улицы, просто домой притащила, и вообще самые лучшие животные Как-то не доходило до того, чтобы вот именно подумать о том, чтобы взять животных из приюта Многие очень часто комментируют и обвиняют меня в том, что мы не выгуливаем свою собаку, и я прекрасно это понимаю Думаю, что были бы у меня дети, я бы что-то про них рассказывала, наверняка было бы столько же много людей, которые бы писали то, что ты неправильно воспитываешь детей, тебе нужно делать это, делать то Все понимаю, все свое разное видение, понятие Знаете что, я, наверное, вас удивлю, но я согласна с тем, что нужно выгуливать собаку, потому что, ну, это собака Ну, хорошо, давайте попробуем завтра Что у меня завтра? Вообще, по-хорошему завтра нужно поехать на дачу Если у меня получится завтра утром встать, у нас со Славой получится, то мы поедем на дачу, заберем елку Если не получится, то тогда попробуем завтра с Вивьеной погулять Посмотрим, понравится ей или нет, и запишем это на видео В общем, состояние у меня совсем не для видоса Хочется просто сесть, смонтировать и вообще не париться, а потом лечь в кровать Поэтому надеюсь, что вы на меня не обижены и не злитесь, но наверняка я уже предвижу, что в комментариях пишут Фу, что за отстой, почему такой короткий влог, влог отстой, неинтересный, все такое Ну, опять же таки, ребят, я поняла, что я не хочу себя мучить И вот это вот что-то выдумывает, блин, надо поехать туда, чтобы снять видео Ну, вот такие у меня дни бывают Я это постоянно говорю Оправдываюсь, да, действительно, у меня такие дни бывают И меня это вполне устраивает Не каждый же день, блин, у меня должен быть супер насыщенный Серьезно Не забывайте, что все равно это все еще нужно смонтировать В общем, геморрой В общем, надеюсь, что вам в любом случае понравилось это видео Несмотря на то, что оно было не особо интересным, наверное, и домашним таким Но завтра, надеюсь, что будет другой день Я, честно говоря, не знаю, какой завтра будет Но, возможно, что мы поедем на дачу Всех люблю, целую, обнимаю И всем пока!